Что 16-летнему Никите Иванисову суд, когда его друг рядом? С Димой Верховодкиным они выросли в одном районе, потом устроились на работу автомойщиками, а в декабре прошлого года вместе избивали мужчину. Даже на скамье подсудимых им весело. Они, кажется, не понимают, сейчас решается их судьба. Адвокаты парней говорят, Никита и Дима еще совсем дети. Хотя обошлись они со своей жертвой с недетской жестокостью, колотили по очереди, сломали челюсть и отобрали мобильный телефон. Правда, сразу вызвали скорую и явились в полицию с повинной. Говорят, тогда перебрали с алкоголем и теперь раскаиваются. Я обещаю, что я поступлю в ВОЗ и буду учиться. Это честное слово. Еще прошу вам принять сведения, что моей бабушке исполнилось на этой неделе 80 лет. Она написала опять брошюрку, чтобы я вам передал, чтобы вы мне не лишали свободы. То есть у нее одна надежда. Еще одно преступление Никита совершал в одиночестве. В декабре этого года он угнал машину со стоянки автомойки, на которой работал. Владелец оставлял свой автомобиль вместе с ключами, чтобы сотрудники отвезли машину с мойки на стоянку. Юный угонщик этим воспользовался. Взял ключи и поехал кататься. По дороге успел выпить. Сотрудники полиции поймали его на проспекте Шахтеров. Когда я ходил машину-то отдать? Когда я ехал уже обратно и написал сообщение, что я буду через 10 минут. Тогда я постучался в окно дяденька Опер и все, я открыл ему дверь. Сейчас Никита услышит приговор сразу за два преступления. Но он улыбается и искосо смотрит на своего друга. Знает, тому грозит наказание строже, чем ему самому. Диме недавно исполнилось 18, и у него уже есть условный срок. Признать Верховодкина Дмитрия Львовича виновным в совершении преступления при усмотренном участии 2 статьи 162-го Головного кодекса России назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Кажется, в отношении решения суда взгляды друзей разошлись. Несовершеннолетний Никита получил 2 года и 2 месяца лишения свободы условно. А вот Дима реально почти 2 года пребывания в колонии общего режима. С судьей Дмитрий не согласен. Говорит, здесь явная несправедливость. Ведь били-то оба, а сидеть ему одному. Как-то несправедливо получилось. Это то, что я всего один удар наносил, а тут вот больше наносили. То есть и все. Вот так. Вообще не согласен. Диму взяли под арест прямо в зале суда. И скоро его отвезут в колонию. Никиту же забрали не полицейские, а бабушка. Теперь друзья расстаются надолго. Я рад, что меня не посадили. А вот не рад, что друга посадили. Бабушка осужденного расстроена. Но надеется, что Никита исправится. И не сменит условное наказание на реальное. Как его старший товарищ. Андрей Шавнев, Анжела Паутова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.